здравствуйте сегодня немножко об окнах монтаж окон в газобетонную стену вышел страхи опасения хочу их развеете дать общие рекомендации значит кратко о правилах об общественных страхах и схемы нагрузки значит ведь движемся правила описаны в гост гост 30 971 швы монтажные узлов примыкания оконных блоков стеновым проем год достаточно понятный простой на мой взгляд для восприятия для понимания отвечает на две группы вопросов две группы требования содержит значит как правильно закрепить оконный блок в проеме и как обустроить монтажный шов чтобы он выполнял свои функции пройдемся по этим правилам сейчас вот так значит гост правила закрепления во-первых вся вертикальная нагрузка передается на опорные колодки схема расстановки опорных колодок если оконный блок без импостный то под внешними углами если опорный оконный блок с импостами то еще и под центральной стойкой мы выставляем то есть под каждой стойкой выставляем тоже опорную колодку дальше они поджимают вертикальные стойки это уже вторично основные страхи касаются вертикальных нагрузок дюбели схемы расстановки дюбелей ну вот здесь приложение г гост и соответственно пункты из приложения г таблицы г-1 минимальное расстояние в зависимости от материала оконного блока там пвх-профили белые или цветные древесины алюминиевые сплавы расстояние между дюбелями от 500 до 800 миллиметров в зависимости от блока мы возьмем средняя на круг 600 от угла до 15 сантиметров примерно правило закрепления еще раз дюбели можно равными дюбелями вставлять когда мы ставим оконный блок углубление там наружная четверть у нас то есть он стоит миллиметрах хотя бы в 100 от наружного края кладки тогда можем закреплять равными дюбелями прямо сквозь газобетон сквозь оконную раму просверливаться сквозь профиль оконного блока но в большинстве случаев или если мы ставим утепленную стену по наружной плоскости стены и вообще в остальных случаях тоже более универсальный предпочтительный на мой взгляд способ крепления это клямера монтажные пластины которые дюбелятся на удаление от грани вкладки соответственно ни малейшего риска не к сколам и лучше сопротивление вырву вот такая не вырву а срезу такая получается картина работают да эти дюбели на срез поэтому для них важнее диаметр чем длина правило устройства шок ну монтажные швы выполняют пять основных функций значит пара влага теплозвукоизоляция и обобщающая все это ветрозащита вот четыре типа материалов приведены в гости наружные водоизоляционный паропроницаемый слой центральный теплозвукоизоляционный слой внутренний пароизоляционный слой и возможно дополнительные воды и пароизоляционные слои обратите внимание кстати что плоскость проема изначально тоже пару изолируется перед тем как начинать ее запенивать и пароизолировать уже монтажную пену сначала пароизолируется вкладочный материал поскольку он как правило равнительно высоко паропроницаемый не стоит позволять водяным парам через стенку огибать из огибать пароизоляцию и заходить в монтажный шов подробности о правил обустройство швов изложены в приложении в этого гост или там все достаточно понятно можно прочитать посмотреть что и как какие разные конструкции стен монтируются как окна что примечательно поскольку гост двенадцатого года в нем еще нет примеров монтажа плоскость теплоизоляции а в современных зданиях которые стремятся там минимальному минимизации энергопотребления очень часто но и это с точки зрения энергозатрат эффективнее получается монтировать оконные блоки в плоскость теплоизоляции для этого есть отдельные примочки я не как-нибудь отдельно же и расскажу страхи которые гуляют в нашем обществе значит газобетон слабый и окно вырвет ветром то или вырвет наружу я уж не знаю там как это пугает и газобетон слабый большой витраж там а у меня витраж 3 метра он сколит газобетон если мы на край поставим пройдемся по каждому из страхов сначала значит вырвет ветром давайте ветровое давление на морских побережьях на высотах до 15 метров нашей же с до 30 килограмм на квадратный метр все большего давления расчетного нет для примера не окно возьмем а окнище значит витраж размерами 6 на 8 метров высота 8 учитываем только боковой крепеж для условности никакого больше крепежа нет ни нижнего ни верхнего только боковой шагом 600 получаем 12 дюбелей на каждую створку минимум 12 итого 24 дюбеля на витраж площадь витража 48 квадратных метров соответственно 2 квадратных метра на дюбель получаем и соответственно при прочности газобетона хотя бы 20 килограмм на сантиметр это класс б полтора между прочим по прочности при сжатии и дюбель диаметром 10 длиной 6 10 миллиметров 60 миллиметров получаем 6 квадратных сантиметров площадь опоры дюбеля для того чтобы смять газобетон 120 килограмм сопротивления спеть ну и мы проводили испытания показывающие что фактические значения существенно выше сопротивление смятию точечного крепежа поэтому окно не сдует мы взяли самый идиотически нелепо огромный вариант и получили двукратный запас по прочности для дюбеля глубиной заделки всего 6 сантиметров а у них по гост не меньше 90 должно быть не поэтому гост по-другому второй страх сколит и большой вертикальными нагрузкой мы все же давайте возьмемся гипертрофируем значит стеклопакет 866 то есть двухкамерный стеклопакет в котором снаружи триплекс стоит посередине изнутри две закаленные шестерки на практике таким фанатизмом мало кто занимается ну вот предположим значит для малоэтажки это реально очень большие толщины у москва-сити вот куполы там 12 миллиметровые стекла на 8 миллиметровые практике малоэтажные встречаются очень редко значит да это не пакета пакетище и его вес суммарно 20 миллиметров стекла два с половиной это плотность стекла получаем 50 килограмм на квадратный метр вес пакета для примера опять же возьмем то же самое книжек 6 на 8 вес столба высотой 8 метров если квадратный метр у нас есть 50 килограмм значит столб шириной метр 400 килограмм дает нам нагрузку 400 килограмм на метр колодка передается значит на колодки которые возьмем расставляются с шагом 1 метр ну вот возьмем такую величину и размер колодки 10 на 4 сантиметра значит 400 килограмм вертикального столба давят на 40 квадратных сантиметров на маленькую такую штучку вот получается 10 килограмм на сантиметр ухты ахты а у нас газобетон и прочность минимальная которая попадает на стройку это класс бы полтора это 16 по 17 20 килограмм на квадратный сантиметр все начали даже прикладив по прочности б полтора такой витраж не сколит нам газобетон даже будучи опертым практически на край такая вот картина и на самом деле такие большие конструкции конечно не устанавливают на обычные колодки ставят большие опорные пластины под стойки 8 метровая стойка под нее до делается большая пятка с подпятником поэтому в реальности эти огромные витражи точно никаких проблем не несут ну вот вообще никаких там запас огромная а просто большие окна там высотой 3 метра да господи ставьте их сколько угодно не сколятся поэтому отрезюмируем правила изложены в гост 3971 швы монтажные узлов примыканий механический крепеж предпочтительнее использовать на клямерах не рамы и дюбеля сквозь раму она герас герметизируется при этом и другие неприятности поэтому лучше клямера шаг между дюбелями ну да как правило около 600 миллиметров монтажные швы выполняют пять функций и их важно каждую из них проконтролировать прочекать что она осуществлена значит пароизоляция влагоизоляция с наружной стороны тепло защита и звукоизоляция это плотность монтажной пены вот если мы сплошно без разрывов нанесли обеспечили функцию ветрозащита это по большей части выполняется внутренней пароизоляции пароизоляционный слой он же выступает хорошей ветрозащитой сама монтажная пена считаться качественной ветрозащитой не может ее сопротивление воздухопроницанию очень маленькая горизонтальные нагрузки до 30 килограмм на квадратный метр могут быть восприняты дюбелями с очень большим запасом вертикальные нагрузки полностью воспринимаются колодками то на 40 миллиметров даже если они расставлю до расставляются с густовским шагом то есть нагрузка на газобетон существенно меньше его предельные несущие способности поэтому тоже с большим запасом страхи надеюсь развеяны переходим финал значит финал это я приглашаю вас к себе купите заказать готовый проект этого адреса сайтов и адрес электронной почты пройти курс дом из газобетона с рациональной экономии я автор курса продает академия загородного строительства курс здания с низким энергопотреблением правила проектирования это скоро будет также мой курс в академии загородного строительства и новая фишка можно задать мне вопрос для этого есть ссылка где мы платим вопрос и получаем письменный развернутый ответ спасибо большое на этом за внимание прощаюсь с вами надеюсь на долго не бросать всего хорош